Привет всем любителям физики и физического эксперимента! С вами Андрей Щетников и мы продолжаем практику решения задач уровня физмошколы, а потом экспериментальной проверки того, что получается в наших ответах. И сегодняшняя задача, она в каком-то смысле продолжает недавно разобранную на нашем же канале задачу про всплывающий пузырек, если вы не видели этого ролика, посмотрите его, а нынешнюю задачу нам предложила Екатерина Леонтьева из Московского университета. И формулируется она так. Имеются два груза и две пружины, установленные вот так внутри рамы. Причем сейчас нижний груз тяжелее верхнего, и нижняя пружина жестче, чем верхняя. И верхняя пружина за счет рамы поджата. А потом грузы и пружины меняют местами. Легкие переставляют вниз вместе со своей пружиной, тяжелые переставляют наверх. И снова у нас все поджато за счет рамы. И спрашивается, изменится ли при этом сила, с которой нижний груз давит на опору. Ну и сначала, кажется, отчего и меняться. Ведь суммарная масса двух грузов остается той же самой. И пружины поджаты на ту же самую длину, раз зазор в раме не менялся. Но давайте посмотрим, что у нас получится при расчетах. В ситуации А внизу находится тяжелый груз и более жесткая пружина. Нагрузка на нижнюю опору создается весом нижнего груза М1Ж и давлением нижней пружины К1 Дельта 1. Теперь нам надо найти деформацию пружины Дельта 1. Для этого запишем условие равновесия верхнего груза. Его вес равен М2Ж и он уравновешен разностью сил К1 Дельта 1 и К2 Дельта 2. А еще нам потребуется условие, которое создает фиксированная рама. Сумма деформаций пружин Дельта, равная Дельта 1 плюс Дельта 2, остается одной и той же в обеих ситуациях А и Б. Решаем систему из двух линейных уравнений и находим деформацию Дельта 1. Подставляем ее в выражение для силы и получаем вот такое выражение. Для ситуации Б первые два слагаемых останутся теми же самыми и поменяется только третий член, выделенный красным цветом. И поскольку К2М2 меньше, чем К1М1, получается, что сила ФА больше силы ФБ. И вот получается, что от перестановки двух слагаемых, то есть замены грузов и пружин, нагрузка на основание меняется. Но это выглядит довольно-таки удивительно. И подозреваю, что многие из вас в это до сих пор не поверили. Мало ли, что там за математические выкладки я проделал. Поэтому это предсказание теории следует немедленно проверить в эксперименте. И вот наша установка с датчиком силы под нижним грузом. Когда внизу находится тяжелый груз и жесткая пружина, датчик показывает нагрузку 6,4 Н. Поменяем местами грузы и пружины. И нагрузка уменьшилась до 5 Н. Эффект действительно наблюдается. Разность показаний датчика в двух разных положениях грузов и пружин составила 1,4 Н. А теперь надо сравнить этот результат с предсказаниями теории. В нашем опыте массы грузов составляли 100 и 200 граммов. А жесткости пружин по нашим измерениям были равны 13,3 Н на сантиметр. И теоретическая разность сил составляет 1,4 Н. И вот мы наблюдаем прекрасное согласие теории с экспериментом. Но у нас до сих пор нет качественного объяснения этого явления, из которого все было бы понятно буквально на пальцах. А чтобы дать качественное объяснение, я поступлю так, как поступают в таких ситуациях физики. Нужно упростить модель и рассмотреть какой-нибудь предельный случай. И я буду считать, что нижняя пружина в первой ситуации очень-очень жесткая, что фактически сюда вставлен такой твердый стержень. Ну и тогда сила давления на опору будет создаваться, во-первых, весом этих двух грузов, а во-вторых, давлением верхней пружины. Теперь переставим местами груза и пружины. Ну и надо сказать, что теперь нагрузка на верхнюю пружину уменьшилась, на нее теперь не давит вот этот груз. И она немножко разожмется. Но поскольку она очень жесткая, деформация ее уменьшится ничтожно. И зазор для второй пружины останется ровно тем же самым. А значит, она будет сжата ровно так же, как и в первой ситуации. И тогда сила давления на опору будет создаваться весом второго груза и давлением этой пружины, которая не изменилась. Ну и таким образом сила давления на опору уменьшится ровно на вес первого груза. И я хочу поблагодарить Алексея за эту врезку с качественным объяснением. Поблагодарить Екатерину Леонтьеву за интересную задачу. И поблагодарить всех, кто финансово поддерживает наш канал. Потому что он существует исключительно на такие частные пожертвования. И кстати, вы можете нам помочь финансово, как это сделать, написано в комментарии к этому ролику. И теперь я перейду к заключительному вопросу. И он будет таким. Вот перед вами формула для изменения нагрузки на нижнюю опору при перестановке грузов и пружин. И видно, что от величины дельта, от поджатия, которое обеспечивается рамой, это изменение нагрузки вообще не зависит. Как же так? Получается, что каким бы ни было поджатие, изменение нагрузки будет одним и тем же. Это выглядит довольно странно. А формула, тем не менее, говорит об этом. Как же так получается? Ваши соображения на этот счет? Пишите в комментарии к этому ролику на ютубе.